Так, я поставил на запись. Еще раз всем привет. Сегодня у нас интересная тема, которая звучит как блокчейн и биткоин для активизма и общественного блага. В общем, действительно такие два слова, которые, наверное, до конца не все понимают. И вот сегодня наш вебинар как раз для того, чтобы более понятно объяснить простым языком, что это такое, что это за технология, для чего она нужна, как это вообще работает. И буду рассказывать сегодня я, Ксении, я ей представлю чуть позже, а пока я просто какие-то стандартные вещи расскажу, опять же, для тех, кто смотрит в записи. В первую очередь, кто я такой? Меня зовут Алексей Ницца. Я являюсь ивент-редактором Теплицы социальных технологий и в то же время провожу вебинары и делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете со мной связаться вот по этому мейлу или в Фейсбуке. Я всегда с радостью отвечу по любым каким-то замечаниям или предложениям. Вот наш сайт выглядит так. Вкратце, кто мы такие? Мы являемся общественно-образовательным проектом, который связывает два сектора. С одной стороны, это некоммерческие организации, какие-то общественно важные инициативы. С другой стороны, это IT-секторы. То есть это те люди, которые владеют навыками и знаниями, они знают, как разрабатывать какие-то хорошие проекты, но часто не думают о том, что это можно сделать, в том числе и полезные проекты. Поэтому разными способами мы их соединяем друг с другом, проводим мероприятия, пишем материалы, проводим вебинары. То есть в любом случае мы стараемся сделать так, чтобы получилось что-то общее, общими усилиями, какие-то хорошие проекты. Значит, еще раз, наш сайт – это te-st.ru. И в социальных сетях везде, в принципе, во всех социальных сетях, мы слэш-теплица-ст. Эта презентация, опять же, будет доступна для скачивания, и все ссылки здесь кликабельные, то есть вы можете по ним перейти, для того чтобы посмотреть, что это такое. У нас есть раздел мероприятий, в том числе есть вот в нем раздел отчета. То есть вы, если вы хотите посмотреть там о результатах каких-то наших мероприятий, либо по какой-то причине вы пропустили, например, что-то, то есть всегда можно найти результаты здесь, вот это вкладка «Отчеты». И тут очень удобно искать по форматам, то есть это, если, например, вебинары, это конференции, метапы, хакатоны и так далее. Также очень удобно можно найти по городам, например, если вы живете в Перми, вы можете найти отчеты мероприятий, которые проходили в этом городе, которые мы проводим внутри него. То есть достаточно удобно. И про вебинар хочу сказать, да, естественно, что мы их записываем, потому что этот контент, который создается, он очень полезен и важен, который можно использовать потом. И вы, в свою очередь, можете его свободно использовать в своих проектах, давать своим друзьям, чтобы они могли разобраться в чем-то. Поэтому вот можно, во-первых, найти в плейлисте на YouTube, тоже ссылка кликабельно, да, и, естественно, что мы его выкладываем на наш сайт. Сейчас уже вот здесь в плейлисте вебинаров 45 видео, то есть достаточно много. Мы проводим два вебинара в месяц. И второй плейлист — это онлайн-уроки. На самом деле это скринкасты, то есть это такие небольшие видео, где я записываю, собственно, свой экран, да, и показываю, как работают какие-то онлайн-сервисы. Сейчас уже в этом плейлисте 111 видео, и можно найти очень много полезного в разных сферах, в том числе по безопасности, по дизайну, по визуализации данных, по ТБ-тестированию. То есть достаточно много полезного. Также можете посмотреть, независимо от того, что вы делаете, там, работаете в коммерческой, некоммерческой организации. Или, например, там, для себя, для каких-то своих проектов хотите что-то узнать. Да, и естественно, что я призываю вас подписываться на наш канал на YouTube. Вы можете перейти по этой ссылочке. И будете получать, например, уведомления о каких-то новых наших записях. Это очень полезно всегда. И намного проще. То есть вам не нужно будет потом проверять, там, не знаю, социальные сети, чтобы смотреть, что нового вышло. Так, и да, я хочу сегодня представить нашего спикера. Это Ксения Ермошина, которая является магистром политической социологии и PHDE в Центре социологии и инновации во Франции. И Ксения сегодня нам расскажет доступно и просто о том, что же такое все-таки блокчейн, что такое биткоин, как это работает. И я вот сейчас ссылочку в чат кину. Это ссылочка на тег, наш блокчейн, да, то есть в этом месяце мы пишем много материалов о блокчейне. Соответственно, если вы хотите получать информацию о том, что это такое вообще и посмотреть, какие материалы выходят, вы можете зайти по этой ссылке и будете видеть список всех материалов по этой теме. Ксения, меня слышно? Слышно. Меня слышно? Да, тебя тоже слышно. В общем, я тебе передаю тогда слово. Ты открой свою презентацию, пожалуйста, ее запусти, чтобы все видели, и тогда уже я передаю тебе слово. Отлично. Так. Демонстрация должна быть запущена. Видно меня? Да, 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 презентацию видно. Все, тогда вперед. Поехали? Да. Ну, всем добрый день. Очень рада... Подожди секунду, а вот у меня пропала демонстрация. А сейчас? Вот, сейчас окей, да. Да, очень рада выступать, наконец-то, на вебинаре «Теплица». Теплица для меня – это очень важное, особое место и существо социотехническое, которое помогало мне много в написании моей диссертации. И рада отдать, что могу, прекрасным людям, которые устраивают вебинары и многие другие образовательные программы. Меня зовут Ксения, я PHD-кандидат, то есть я защищаюсь 28 ноября, наконец-то, скоро буду PHD, в Центре социологии и инноваций в Париже. Что это такое? Это такой центр, следовательский, который занимается исследованием того, как происходят научно-технические инновации с точки зрения их социальных, экономических причин и последствий. То есть не только о том, из чего сделаны все эти биткоины, блокчейны и прочее, но и что они делают с обществом, с правом, в том числе. Я видела, уже поступили вопросы о юридических последствиях блокчейнов. То есть все вот это вот входит в компетенцию Центра социологии и инноваций. Я увлекаюсь тем, что называется Science and Technology Studies, то есть это такая мероприятия платформа, направление, которое изучает одновременно и социологию, и технические инновации. То есть нужно быть на стыке между гиком и социологом, что вызывает множество вопросов, как со стороны гиков, которые считают, что я недостаточный гик, так и со стороны социологов, которые не понимают, зачем ковыряться в железках, читать код на гитхабе, что это может дать общественным наукам. Ну и мои интересы, как вы видите, это децентрализация как в политическом плане, так и в техническом, то есть распределенной интернет-архитектурой, децентрализацией, peer-to-peer, то, что называется. Software Studies. Что такое Software Studies? Это особое направление, которое будет обращаться к коду, как к тексту, который имеет социальную значимость, и которое будет предполагать, что дизайн технических объектов несет в себе социальный смысл. Пример такого, например, известный, это скамейка в публичном парке в Париже, которая была спроектирована специально таким образом, чтобы на ней не могли спать бездомные люди. Когда мы смотрим на эту скамейку, нам кажется, о, как прекрасно, у нее есть подлокотник. Это очень удобно, но на самом деле это неудобно, это сделано специально, чтобы люди не могли спать на этих скамейках. То есть почему этот пример? Он показывает, насколько дизайн любого технического объекта способен в себе содержать, инкорпорировать какую-то политическую идеологию. И мы это увидим на примере биткоинов, в том числе в концепте Proof of Work, как сама архитектура техническая ведет за собой определенные социальные последствия. И я очень интересуюсь криптографией, то есть я начала вникать в нее относительно недавно, с января месяца я участник проекта NextLeap, который вы видите сейчас перед собой, это наш логотип. Звездочка, мы позаимствовали звездочку у RiseUp. Многие из вас, наверное, знакомы с RiseUp. Это email-клиент и клиент для групп и чатов для активистов, который считается относительно защищенным, зашифрованным. Но мы считаем в NextLeap, что шифрование недостаточно серьезное, и даже такие хорошие программы, как Signal, все равно обладают определенными недостатками, и поэтому наша цель – это разработать новый стандарт шифрования. Не клиенты, а именно стандарт шифрования. То есть я работаю с computer scientists, которые будут там копаться глубоко во всем этом, а я занимаюсь этнографией и юзабилити. То есть я работаю с разработчиками и с пользователями одновременно и пытаюсь объяснить одним, что хотят другие. Это очень важно, потому что часто, теплица это знает прекрасно, между разработчиками и пользователями, между НКО и девелоперами огромная дыра. Вот я пытаюсь заполнить эту дыру и говорить человеческим языком и одновременно техническим. Ну а теперь перейдем, собственно, к структуре моей презентации. Если, опять же, вопросы какие-то остались, я могу скинуть ссылки на свои статьи. У меня есть аккаунт на Академию Еду, где можно почитать мои научные статьи о гражданских приложениях. Сейчас вышла новая статья про как раз стандарты шифрования и так далее. То есть все это доступно. Структура презентации будет следующей. Во-первых, я расскажу, что такое блокчейн. Стараюсь сделать это быстро и наглядно. И что такое биткоин, небольшая предыстория, как он работает. Затем перейду к проблемам биткоина. Многие говорят, что биткоин переживает кризис. Это не совсем так. Есть разные точки зрения. Но, тем не менее, объективные проблемы у биткоина есть. Затем я перейду коротко к альтернативам биткоину. И, наконец-то, расскажу о использовании блокчейна в социальных проектах. То есть покажу вам ссылочки, что сейчас уже сделано. А также некоторые проекты, которые на этапе разработки находятся. То есть вы можете к ним подключиться. Если среди вас есть разработчики, а я думаю, что они есть, я могу вам скинуть ссылки на эти проекты. В основном они французские, потому что я живу в Париже. И работаю с этими ребятами, которые начинают новый блокчейн, социальные проекты. Итак, что же такое блокчейн? Вопрос очень сложный. То есть мы видим два слова – цепь и блоки. Что это такое, непонятно. Если объяснить это очень кратко, то это своего рода цифровая книга учета, бухгалтерская книга, гроссбух такой, в котором хранятся данные обо всех транзакциях между всеми участниками этой цепи блоков. Причем интересно то, что эти блоки, когда они заносятся в цепь, они из нее никуда и никогда уже не могут исчезнуть. Почему? Об этом заботится криптография. То есть каждый участник цепи имеет свой личный ключ и общественный ключ, как это происходит и в PGP, когда если у вас есть PGP-клиенты для мейла, то вы знаете, что вы должны делиться своим публичным ключом, для того, чтобы ваше письмо могли расшифровать. Тут происходит примерно точно так же. То есть человек заносит новый блок в цепь, ему присваивается идентификатор, который называется хэш, и этот хэш записывается в цепь и передается дальше, никуда не исчезает. Я вам сейчас быстро покажу, как это выглядит на следующей схеме. Вот это дизайнерский проект, который был придуман французами, коллектив БАМ. Вы можете посмотреть их сайт, они занимаются вульгаризацией технологических инноваций и стараются делать доступные для детей даже самые сложные концепции, как, например, блокчейн. Что вы здесь перед собой видите? Это гипотетическая ситуация. Представьте себе семью, в которой четыре ребенка. Допустим, две девочки и два мальчика. Будем сохранять отношения равенства. И у каждого ребенка есть обязанность мыть посуду. Семья большая, посуды много. Естественно, каждый ребенок хочет скинуть на другого мытье этой посуды. Или сказать, я уже помыл посуду, теперь твоя очередь, я мыл ее два дня назад, теперь будешь мыть ты и так далее. Причем есть слабые, маленькие, а есть взрослые братья и сестры. Между ними сила распределена неравно, как и между майнерами в сети блокчейн. Как сделать так, чтобы отношения доверия сохранялись в такой большой семье? Ну и тут, естественно, маме с папой приходит идея. Давайте мы сделаем такой специальный диспозитив, такое устройство, в виде прозрачной трубочки, в которую каждый ребенок будет складывать свою цветную фишку. То есть у каждого ребенка свой цвет. И когда он помыл посуду, он опускает фишку своего цвета в эту трубочку. Трубочку видно всем, она впаяна в пол, в кухне, вытащить ее оттуда невозможно. То есть это наглядное свидетельство того, что все соблюдают консенсус, все соблюдают договор. Но, естественно, скажете вы, любой ребенок, он сразу же засунет монетку, не спрашивая остальных. Для этого мама с папой придумали систему ключей. Вы видите там замочки, у каждого ребенка ключ. Чтобы опустить монетку своего цвета в эту трубу, вам необходимо, чтобы ваши как минимум два других брата или сестры были рядом с вами и открыли ключиками замочки. То есть соблюдается большинство, то есть то, что называется 51%. В биткоине, например, необходимо иметь абсолютное большинство участников, чтобы состоялся консенсус. Вот я вижу от Виктора вопрос, если, например, у гениального малыша есть ключик от всех замочков. Очень хороший вопрос. На него сами дизайнеры ответили, потому что я была на фестивале BlockFest в Париже, и они там стенд держали, то есть, собственно, откуда я узнала про этот проект. Они сами сказали, что нам все время задают вопрос, а что если мы, да, вот сохранили, украли, сделали копии этих ключиков. Идея такая, что это, конечно, игрушечный пример, но если перенести его, например, на 10 тысяч человек, то тут уже очень сложно иметь ключи от всех замочков. То есть в случае с реальным блокчейном очень тяжело украсть все private keys у всех участников цепи. Ага, Виктор поясняет мне, что он имеет в виду разработчика, идеолога или контроллера, у которого есть все ключи. Технически это невозможно в блокчейне, однако вопрос действительно очень интересный, хитрый. У самих дизайнеров я ответ на него не нашла. Можно подумать вместе, и, может быть, в конце вебинара мне кто-нибудь ответит, как сделать так, чтобы вот этот пластиковый чубик был защищен от вторжения папы с мамой хитрых, которые при концепции, да, при создании этого объекта заранее приготовили себе все эти ключи, чтобы обманывать своих детей. Давайте подумаем про это вместе, и в конце, может быть, вернемся, потому что вопрос действительно хитрый, у дизайнеров на него ответа не было. Отпечатки пальцев, да, много идет сейчас предложений от наших слушателей. Давайте перейдем к следующему слайду и подумаем об этом, оставим до конца вебинара. Вот мы видим, что пример действительно похож на блокчейн, то есть все транзакции видны, они прозрачны, и эта прозрачность важна, то есть она, то, что называется transparency или accountability, то есть отчетность всех участников цепи за действия, совершенные в ней. Напомним о очень важных чертах блокчейн. Пользователь может редактировать только те блоки, которые ему принадлежат. Это осуществляется как раз за счет криптографии ключей. То есть мы не можем взять и изменить блоки, которые нам не принадлежат. Естественно, вы скажете, что можно взломать и так далее. Но идея в том, что блокчейн, то есть вся сеть копируется на все компьютеры, скажем так, все юниты, которые участвуют в этой сети, и невозможно скопировать сразу же, очень сложно скопировать сразу же этот фейл на все компьютеры. То есть необходимо, чтобы большинство майнеров подтвердили, что этот блок верен, и таким образом этот блок будет записан. То есть тяжело представить себе существование абсолютно злого, нечестного большинства. Интересно то, что можно передавать не только валюту, но и фрагменты кода. На этом основано, например, использование блокчейна для интернета вещей. То есть мы можем передавать, например, команду нашему холодильнику, что нужно перестать морозить, или нашему обогревателю, что нужно начать греть. И с помощью блокчейнов можно представить себе, что такие действия будут осуществляться автоматически за счет умных контрактов. Мы перейдем к этому позже. Итак, и, наконец, последнее важное свойство, о котором можно поговорить, это то, что все узлы сети отдают своей мощности, то есть proof of work, то есть мощность своих процессоров, графических карт и специальных приспособлений, которые называются айзики, мы к ним перейдем попозже, для того, чтобы происходила синхронизация всех транзакций и шифрования. То есть это сеть P2P, она децентрализована. Она держится именно на множестве голов. То есть это такой левиафан без тела, скажем так. И можно сказать, что добрый, с добрыми изначально идеологическими намерениями. Но мы перейдем к проблемам этой сети и увидим, что на самом деле эту доброту большинства можно использовать и не в очень благих намерениях. Сейчас перед собой вы видите схемы, которые кажутся, наверное, достаточно сложными, но на самом деле тут ничего сложного нет. Это цитата из важной, скажем так, просто можно сказать, библии всех интересующихся блокчейнами. Это статья, собственно, так называемого Сатоши Накамото о том, что такое биткоин. Ссылку вы видите внизу, она может быть в PDF не кликабельна, но я вам дам доступ к презентации оригинала, в котором все ссылки кликабельны. То есть вы сможете сходить и почитать эту статью, она короткая, и вы узнаете, собственно, из нее все, что нужно знать о функционировании биткоина. Здесь мы видим принцип цепи транзакций. То есть мы видим, что владелец публичного ключа передает свою подпись, signature, криптографическую, следующему участнику, и хаш первой транзакции, то есть вот этот цифровой криптографический отпечаток, передается на вторую, а затем передается на третью и так далее и тому подобное. То есть это и есть принцип цепи. И внизу мы видим то, что называется time stamp server. Это временной штамп. То есть, что важно понять, блокчейн существует во времени. И с точки зрения антологии, мне как все-таки гуманитарию изначально очень интересно посмотреть на такой способ существования техники, который напрямую зависит от времени. Этот временной штамп, зачем он нужен? Он нужен, чтобы заверять, что транзакция состоялась именно сейчас, например, в 11.24, но там с точностью до миллимиллисекунды. Происходит. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы избежать того, что называется double spending, то есть двойная трата. Например, я говорю, я Ксении, да, хочу, например, Виктору, который задает мне много вопросов, его как-то компенсировать за его участие, передать ему определенное количество биткоинов. Но при этом я хочу и Алексею тоже поддержать за организацию, да, и решаю одновременно передать, как бы две транзакции сделать, используя одну и ту же, один и тот же биткоин, да, одну и ту же монету. Напоминаю, что монеты, они выглядят как просто набор нулей, цифр и букв, то есть это криптографические строчки такие, да. Что защищает цепь от double spending? Это вот этот вот временной штамп. То есть на моей транзакции напечатано, что я передала ее Виктору раньше, чем Алексею, и Алексей уже не сможет ее получить, как бы я ни пыталась обмануть систему. Ну и теперь перейдем к биткоину. Биткоин – это самая известная криптовалюта, существующая на сей день. Она была придумана в 2008 году, но программное обеспечение вышло для нее в 2009. И сейчас, на данный момент, число пользователей выросло уже на почти на полтора миллиона за один год, и общий капитал биткоинов насчитывает 6,2 биллиона долларов. Что нужно сказать, сначала биткоин вызывал у всех страх ужас, он был, скажем так, уделом маргиналов и гигов, но сейчас он стремительно институционализируется. Что это значит? Это значит, что самые крупные банки, например, БНП Париба, это банк, которым у меня открыт счет во Франции, к сожалению, банк участвует в офшорах, связан с некоторыми русскими офшорными проектами и так далее, российскими, простите. Банк Франции и многие другие банки, 40 этих банков, изучают сейчас возможность использования биткоин для своих собственных транзакций. И не только биткоин, но и технологии блокчейн в целом. То есть мы видим, что технология становится, скажем так, более популярной и банальной, она банализируется. Для нее создаются биржи, то есть меня там спрашивали, нужно ли какую-то биржевую площадку делать. Сейчас очень много появилось бирж, на которых меняют биткоины на доллары, евро или лайткоины на биткоины и так далее, спекулируют. Появились специальные трейдеры, которым можно платить, то есть которым можно давать в пользование свой актив. Например, предположим, у меня 50 биткоинов на счету, я могу дать 45 трейдеру, чтобы он играл с моими биткоинами, и за это я буду получать проценты. То есть такие услуги уже существуют, и если кто-нибудь из вас хочет создать свою альткоин, свою криптовалюту, то, наверное, создание биржи – это будет последнее, о чем можно думать. Для начала нужно привлечь майнеров, нужно привлечь людей заинтересованных, а затем уже смотреть, как пробиться на существующие биржи, и, может быть, в конце концов, создавать свою. И по исследованиям Juniper Research, это такой фингтанк, к концу 2019 года будет уже 4,7 миллиона пользователей биткоинов, то есть сеть становится огромной. И у этого есть свои минусы, потому что технически инфраструктура с трудом удерживает такое количество пользователей. Мы к этому перейдем. Ну и, к сожалению, всем оптимистам, социальным активистам должна сказать, что биржевые торги, увы, по прогнозам этого фингтанка, скорее всего, будут превалировать над прямым использованием. То есть вместо того, чтобы я, как пир, обменивалась с кем-нибудь другим, как пиром, напрямую пир-то-пир обмен или благотворительное использование биткоинов, эта форма использования будет вторичной. Первичным будут оставаться, к сожалению, спекуляции и биржевые торги. Теперь немножечко об истории, которую, скорее всего, многие из вас знают, но я все-таки вернусь к ней, поскольку вижу от участников комментарии, что тема сложная для некоторых людей, поэтому прошу прощения у тех, кто уже далеко зашел, может быть, сам торгует на бирже. Я буду с глубины на поверхность выползать и все время стараться удерживать оба конца аудитории. Итак, кто такой Вейдай? Из чего началась идея биткоинов? Был такой дедушка биткоинов, компьютер-сайентист, которого звали Вейдай, и он написал интересную статью, на которую ссылку я дала вот сейчас на этом слайде, о бимане. Бимане – это схема для того, чтобы создать… Вот, как вы можете почитать на английском, но я вам быстро переведу, да, то есть это возможность создать практически анонимные цифровые псевдонимы, которые смогут расплачиваться друг с другом с помощью виртуальных денег и осуществлять определенные соглашения и заключать контракты без посторонней помощи. То есть уже в бимане мы видим идею отсутствия центрального органа власти и контроля. И Вейдай говорит, что все могут создавать деньги, решая сложные компьютерные проблемы, то есть сложные криптографические задачи. И идея Proof of Work, да, вот это подтверждение работы или там мощность вычислительная компьютера, которую мы отдаем, чтобы заработать биткоины, она как раз уже была придумана Вейдайем. Однако сам Вейдай в интервью не признавал своего прямого влияния на биткоин. Он переписывался с создателем, якобы создателем биткоина, Сатоши Накамото, но считает, что Сатоши, или люди, стоящие за этим псевдонимом, придумал эту идею сам, независимо от его собственной идеи. Ну и кто же создал биткоин? То есть по легенде его создал Сатоши Накамото, но никто не знает, кто это. Я допустила эту ошибку, прошу прощения, там нет H, да, это Сатоши без первого H. Сатоши Накамото, это такая фигура мифическая, пытались доказать, установить его личность, но у него аккаунт на зашифрованных почтах, он все время менял IP, выходил через Тор, через VPN и так далее. То есть это такая ускользающая сущность, которая, собственно, и не важна. Идея биткоина настолько интересна именно потому, что в ней отсутствует центральный элемент, собственно, лидер и контроль. И Сатоши Накамото, почему вот там The Times, может быть, кто-нибудь знает, почему здесь висит этот принт-скрин из газеты The Times. Идея, почему я его сюда поместила, потому что первый блок, который был создан на биткоинах, это называется генеративный блок, или Genesis блок, самый-самый первый исходный блок, содержал в себе временной штамп, тайм-стэмп, о котором я рассказывала, от даты выхода вот этого номера Times. То есть это 2009 год. И статья, вот эта Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks, это значит, что канцлер находится в шаге от того, чтобы снова вытаскивать банки из дерьма, скажем так, прошу прощения за резкое слово, но Bailout — это провал, это крафт, да, и аварийные меры, которые канцлер должен был принять, чтобы вытащить банки из кризиса. Сатоши Накамото или стоящие за ним люди решили вписать, просто выгравировать в мраморе, скажем так. Вы же помните, что все блоки навсегда остаются в цепи. В самом-самом первом блоке была выгравирована в коде, вписана цитата из этой статьи Times, которая является, по сути, критикой современной банковской системы и такой иронии Сатоши Накамото над современной банковской системой и финансовым капитализмом. И вот я процитирую вам две цитаты из его переписки. Что интересно, вся переписка Сатоши Накамото с остальными участниками криптографической тусовки, cyberpunk, киберпанков, криптопанков, прошу прощения, она доступна. То есть вот эта ссылка, которую вы видите внизу, доступна для вас. Вы можете почитать переписку, это удивительно интересно. Сатоши пишет, да, конечно, криптография не найдет сразу же прямых решений для общественных проблем, но мы можем немножечко выиграть в гонке вооружений и получить новую территорию свободы на несколько лет. И тут очень важно сказать, почему вот эти несколько лет. Как уже мне задавал вопрос представитель юридической компании, к сожалению, ваше имя уплыло немножечко наверх, я его и пустила из вида. Напомните о себе. Ваш вопрос был очень интересен, а именно, что делать... Максим, да, спасибо. Максим спрашивал, что делать с юридическими последствиями. Вот как раз вот идея в том, что закон и право, международное право особенно, отстает на несколько лет от развития технологий. Поэтому у биткоинов была маржа, да, вот эта вот возможность действовать свободно, достаточно, без контроля и регулирования в течение нескольких лет. И в зависимости от государств действительно законодательства отстают по-разному. То есть в России еще медленнее работает это, во Франции вот они сейчас только начали соображать, что надо как-то регулировать это. Хорошо это или плохо, решать каждому. Для многих, особенно для криптоанархистов, это интересно, потому что можно успеть что-нибудь придумать быстренько и перекочевать туда, когда ФСБ или там ФБА или НСА придет за вами. И дальше, значит, Сатоши пишет, правительство хороши, когда нужно отрубать головы централизованным проектам, как Napster. Вы помните, Napster был закрыт, это был такой скандал для многих. Но настоящие истинные P2P-проекты, как Nutella или Thor, как-то держатся на плаву, и это очень привлекательно для либертарианцев. То есть, почему я поместила сюда эти цитаты, они показывают изначально идеологический посыл Сатоши на кому-то из стоящих за этим псевдонимом людей. Однако мы увидим, что эти все либертарианские якобы посылы очень легко перехватываются капитализмом и очень легко используются биржи. Как, собственно, все прекрасное, придуманное молодежью на улицах в 68-м году или в Калифорнии, в Силиконовой долине за компьютерами уже в наше время. Как же работает биткоин? Он работает по системе блокчейнов. Как же говорили, то есть, опять же, каждая транзакция публикуется и записывается в цепи навсегда. Транзакции необратимы, таймстэмп, временная печать помогает избегать двойной траты. И интересное, антологическое, философское утверждение. Все участники должны быть согласны с единой историей цепи. То есть, опять же, время здесь очень важно. Что такое единая история цепи? Это вот этот принцип, по которому побеждает самая длинная цепь блоков. То есть, чем больше блоков в цепи, тем она правильнее, тем она вернее. Почему? Потому что каждый добавленный блок – это значит согласие, консенсус у его участников. То есть, чем больше цепь, тем больше доверия. И вот это правило 51%. 51% честного большинства, которое необходимо, чтобы блок был добавлен в цепь. Кто же создает новые биткоины? Создают их так называемые майнеры. Это слово происходит от шахтера или золотодобытчика, которые, во-первых, решают задачи, то есть отдают вычислительную мощность своих компьютеров. Затем они хранят и транслируют цепь, то есть цепь блокчейн, скопированную на все компьютеры, участвующие в ней. И благодаря этому ее невозможно уничтожить, атакуя по одному какому-то центральному серверу. Его просто нет. Ну и в-третьих, это очень важно, майнер валидирует транзакции. То есть он говорит, да, этот блок по-настоящему верен, я согласен, чтобы он вошел в блокчейн. Это очень важно. То есть у майнеров есть право голоса. Один голос равен одному вычислительному устройству, будь то графическая карта, CPU или что-то еще. Мы перейдем к этому позже. Но сеть блокчейн, биткоин, она сама себя ограничила. Изначально Сатоши Накамото и стоящие за ним люди решили, что будет всего 21 миллион биткоинов. И награда за майнерство уменьшается в два раза каждые 210 тысяч блоков. Последнее такое уменьшение состоялось буквально недавно. То есть сейчас майнер получает 12 биткоинов, а скоро будет получать 6 и так далее и тому подобное. Вы можете проследить в реальном времени на сайте bitcoinblockhalf.com, как это происходит. Там прямо обратный отсчет идет, сколько осталось биткоинов. Сейчас их почти 17 миллионов. То есть осталось очень мало, 70% выполнено, осталось очень мало биткоинов. И когда уже будет нечего майнить, то тогда начнутся настоящие торги. То есть это интересно, потому что это как с золотым запасом происходит разрыв, отрыв валюты. Спасибо, Алексей, за ссылку, теперь она доступна всем. Происходит разрыв валюты от ее реального материального эквивалента. То есть если у золота реальный эквивалент, то есть у доллара был изначальный эквивалент золота, то у биткоина это была вычислительная мощность. И скоро, когда майнеры все добудут, вычислительная мощность будет уже не так нужна. Она будет нужна только для того, чтобы хранить и валидировать транзакции. И, собственно, эквивалент материальный, он просто исчезнет, отвалится. Что же происходит? Майнинг, он развивался во времени примерно так же, как и золотая лихорадка. На этом слайде вы видите сопоставление добычи золота и добычи биткоинов. То есть вы видите, что золото добывалось сначала ситечком, потом специальными такими, как это назвать, коробками, затем более индустриальные, и мы переходим уже к котлованам золотым. И точно так же в процессе развития биткоин майнинга мы переходим от процессоров, когда они использовались. То есть вы могли купить мощный компьютер и у себя дома его майнить, биткоины спокойно. Затем это стало намного сложнее, вам пришлось ставить графические карты, покупать дорогие графические карты, которые используют геймеры. Затем этого уже стало недостаточно. Надо стало самому делать FPGA. Это такие устройства, которые работают на платах. То есть, по сути, вы делаете ваш собственный процессор, можете выбирать его мощность. Но и этого стало недостаточно. И сейчас все это существует в виде биткоин-ферм. То есть это огромные пространства, заполненные тем, что называется ASIC, специально созданные для майнинга карты. И вот вы видите статистику. Сегодня, чтобы майнить дома, биткоины понадобится 2 миллиона лет. Чтобы найти один блок. При GPU, то есть использовании карты графической, вам нужно 17 тысяч лет. Даже если у вас 100 графических карт. И так далее. То есть вы видите, что даже при самом современном оборудовании вам понадобится 4,5 года. Подробную информацию о том, как развивался майнинг с примерами историческими и для гиков и профессионалов с формулами, с теорией, можете найти по ссылке, которая находится ниже. Это ссылка на летнюю школу Bitcoin School, на которой я была. Она была потрясающей. Там самые последние разработки в этой области были представлены. То есть эта статья вам поможет разобраться в том, если вы хотите майнить сегодня, что вам делать. Да, дай вам обращаться. То есть почему так происходит? Происходит так потому, что сложность растет. Чем быстрее люди генерируют биткоины, тем выше сложность. И она развивается по формуле, которую вы видите внизу. Следующий уровень сложности будет равен предыдущей сложности, умноженной на 2 недели и поделенной на время, оставшееся до конца года. Это время – это один блок каждые 10 минут. Вы можете представить себе, как эта сложность растет. Чем быстрее, чем дальше, тем сложнее. Вот на этом графике, по идее… Так, график уплыл. У меня был график, который показывал сложность. Как растет сложность, но мы к нему вернемся позже. И сейчас переходим к тому, какие проблемы вызывает биткоин. То есть, во-первых, из-за того, что биткоин начинает вытеснять интерес, конкурирует с фиат, то есть с классическими валютами, доллар, евро и прочее. Евросоюз предлагает создать единый реестр всех пользователей биткоин и других криптовалют. Это очень опасно. То есть, они хотят, как Путин когда-то хотел, чтобы ему предоставили данные всех пользователей тор. Теперь Евросоюз хочет, чтобы ему предоставили данные всех пользователей биткоин. А также появляются интересные проекты, сомнительные и странные, да, у национальных банков. Как, например, проект RS Coin. Это проект банка Англии, который решил создать свою собственную криптовалюту с Blackjack. И, в общем, развлечениями всевозможными. И вот цитата из очень интересного российского политика Андрея Свинцова, представителя ЛДПР. «Все эти криптовалюты созданы американскими спецслужбами как раз для финансирования терроризма и цветных революций». То есть, естественно, все это проделки Госдепа, и нужно срочно запретить их. Говорят о том, что биткоин будет скоро запрещен в России. Пока что это не так. Идут разговоры об этом, и сейчас это все на уровне законопроекта. И вы видите, у меня там такой мем с динозавриком. Да, то есть, если биткоины нужно запретить, потому что кто-то купил на них наркотики, то надо запретить и 100-долларовые купюры, потому что кто-то через них нюхает эти наркотики. То есть, понятно, как с любым техническим средством, возможно, его экспроприация для плохих, каких-то злых, ужасных, даркнет, страшных хакерских целей, но, возможно, и использование этих же самых средств для спасения человечества. То есть, вместо того, чтобы запрещать средства, нужно думать о том, как регулировать его использование, циркуляцию и так далее. И как объяснять, проводить образовательные какие-то программы, как вот это, например, чтобы люди понимали, на что нужно тратить время и биткоины, а на что не нужно. И появилось множество проектов в последнее время, которые пытаются деанонимизировать биткоины, то есть от страха того, что там могут сидеть какие-то наркоторговцы, которые в глубоком интернете, в так называемом тихом доме, легендарном месте, торгуют кокаином и прочим, значит, решили развивать такие проекты, как, например, Эллиптик. Вот вы видите скриншоты, и вы можете посмотреть PDF-ку, тоже открытую, на описание того, как работает эта система. Они идентифицируют кластеры, то есть что это значит? Транзакции, по сути, в блокчейне анонимны. Но на самом деле это не анонимность, а псевдонимность. То есть они происходят под псевдонимами, но есть временной штамп, то есть время, в котором осуществлена транзакция, есть информация о том, кому было передано все это, и по сути этих данных, метаданных, то, что называется метаданами, уже достаточно для того, чтобы при огромном количестве таких транзакций и вычислять какие-то закономерности, тенденции. То есть что из одного и того же места все время происходят транзакции в другое какое-то место, и, скорее всего, там что-то происходит. И при большом количестве таких кросс-данных, то есть если мы их будем совмещать, то мы можем даже идентифицировать человека или организацию, стоящую за транзакциями. И это интересно, особенно нам для социальных проектов в борьбе с офшорами. То есть вот этот эллиптик, он как раз занимается тем, что пытается вытащить информацию о том, как разные политики участвуют в шелковом пути, и как они отмывают деньги за счет вот этих транзакций псевдонимных. То есть можно это использовать как против криптоанархистов, Рубин Гудов, так и против злых и плохих офшорников. И другой проект от всеми вами любимого MIT, который такой весь прекрасный, замечательный, но у него тоже есть проект, который называется Anchor, якорь. Якорь от слова, да, укоренить, закрепить или локализировать, локализовать транзакции. Они пытаются заставить пользователей биткоина зарегистрировать реальные данные, имя, фамилию, да, и привязать их транзакции к этим данным. И для того, чтобы это делать, они придумали подкупать майнеров, то есть, грубо говоря, если я майнер, я могу обработать транзакции только от зарегистрированных пользователей. Если я вижу какого-то XYZ25, который нигде не обозначен, который хочет передать мне биткоины, я не имею права их принимать. То есть это такой искусственный, коррумпированный проект по подкупу этих майнеров и выходу из псевдоанонимности. Можете почитать white paper, да, то есть техническое описание этого проекта. Сейчас он находится в разработке, и если он вступит в силу, при влиянии MIT на техническую среду всего мира, может быть, скоро придется всем свои данные называть биткоинов. То есть видно, что сеть начинает немножечко дрожать, да, то есть какие-то кризисы, какие-то проблемы намечаются. И сейчас мы быстренько поговорим о проблемах. Первая проблема, которая была выявлена, это кризис марта 2016 года, когда курс биткоина упал в связи с задержкой транзакций. Он упал еще и недавно, в начале августа, в связи с той же самой проблемой, с задержкой транзакций. Это значит, что в этот момент сеть была настолько перегружена, что, чтобы проверить транзакции, то есть, например, я хочу передать деньги биткоина Алексею, а майнер, который сидит между нами и должен проверить нашу транзакцию, вылидировать ее, потратил 43 минуты на проверку этой транзакции. Сеть повисла, и, в общем, по сравнению с визой или с мастер-карт, который осуществляет 2000 транзакций в секунду примерно, 7 транзакций в секунду биткоина кажутся просто смешными, да, и из-за этой проблемы многие предприятия отказались принимать биткоины, и на данный момент они ждут восстановления нормальной скорости транзакций. То есть, есть вот такая проблема задержки. В чем причина? Причина в том, что архитектура цепи не выдерживает, потому что слишком много транзакций. Изначально система была рассчитана на ограниченное количество, то есть не ограниченное количество участников, но не было расчета на такую популярность. И более того, майнеры начали выбирать, какой блок верифицировать первым. То есть, например, если мы с Алексеем, Виктором, Артемом, не знаю, еще кем-нибудь, Максимом, да, конкурируем, и хотим, чтобы наш блок быстрее завалидировали, то я, например, могу предложить майнеру маленькую взяточку, да, 0,002 биткоина, да, Сатоши это называется. Копейки – это Сатоши, а рубли – это биткоины. Вот, в общем, я могу предложить ему немножечко Сатоши за то, что он быстрее мой блок завалидировал. Проблема в том, что на майнерах слишком много ответственности лежит. И из-за этого происходит и вторая проблема, а именно рецентрализация сети. То есть, на самом деле биткоины сейчас не являются децентрализованной системой. Они лишь отчасти децентрализованы, потому что ресурсы оказываются сосредоточены в руках меньшинства. То есть, вот сейчас вы видите, это последние статистики с сайта Blockchain.info. Очень советую вам этот сайт. Вообще там все время обновляются статистики и по курсу биткоина, и по тому, кто сегодня самый умный и майнер, да. То есть, майнеры стали объединяться в так называемые пулы или бассейны, да, то есть песочницы такие майнерские. Если ты один одинешенек, то ты уже ничего не намайнишь. Тебе придется объединиться с другими людьми, создать вот такую ферму, поставить туда кучу компьютеров, специально созданных, эйзиков и сидеть и ждать, может быть, ты что-нибудь и накопаешь. Сейчас большинство этих блоков, большинство этих пулов, прошу прощения, их всего 16 самых популярных. Из них самый крупный находится в Китае. То есть, китайцы сейчас захватили рынок биткоинов. Причина у этого очень простая. Она связана со следующей проблемой, а именно со влиянием блокчейна на экологию. Я прочитала несколько статей. Это на самом деле спорный момент. Защитники биткоина говорят, что это необходимо, потому что, чтобы осуществлять криптографические вычисления, валидировать блоки и искать новые биткоины, нужно отдавать мощности компьютерные. Но экологи, защитники природы говорят, что даже при самом оптимистичном сценарии один биткоин в 2020 году будет требовать 5500 киловатт. То есть, это примерно столько, сколько за год потребляет американская семья. Чтобы один биткоин найти всего. Вы можете почитать статью. Она основана на анализе, статистиках и так далее. Опять же, можно считать, что она, конечно, не абсолютно нейтральна, потому что человек взглядов все-таки левых экологических. Но интересно посмотреть, как он орудует с цифрами. И вы можете, те из вас, кто владеет математикой, можете пересчитать с ним и проверить, что получится у вас. Это очень легко высчитывается. То есть, надо вспомнить формулу сложности вычисления и просчитать, как она будет дальше развиваться, сколько уходит затрат энергии на один биткоин. И вы увидите, что по сути цифры примерно такие. И еще другая статья, которую я читала, говорит, что биткоин майнинг по энергозатрате сравним с тем, сколько потребляет Ирландия. То есть, проблема есть. Эта проблема связана с тем, что в основе цепи блокчейн биткоин, именно в основе биткоина лежит концепт proof-of-work, вычислительная мощность. И чтобы продолжать майнить, майнеры переезжают в Китай. Почему? Потому что там электричество принадлежит государству, и на него очень-очень низкие цены. Более того, как мне сказал президент ассоциации Ethereum France, Ethereum, эфириум, биткоин, криптовалюта и система блокчейн, известная, он сказал мне, что большинство майнеров китайских приближено к китайскому правительству. То есть, по сути, они получают огромные льготы на электричество. Поэтому все перебираются в Китай. Ну, и что же делать с такими проблемами? Куда нам дальше идти? Если учесть, что чем дальше, тем затратнее становится эта сеть. То, что вы видите сверху, это кусок другого слайда. Смотрите на беленькую схему, вы видите, как растет потребление уже места для хранения до 70 гигабайт, и это еще не конец. То есть, растет вес самой биткоина с КТП с огромной скоростью. Ну, и, естественно, люди об этом думают, и криптографы, и социальные активисты, и придумали, во-первых, альтернативы биткоину в плане алгоритма, лежащего в основе майнинга. То есть, как майнить? Сейчас майнить за счет proof of stake. Proof of work, прошу прощения, да? То есть, вычислительные мощности. Чтобы конкурировать с этим принципом, был придуман концепт proof of stake, который впервые был использован в монет и пиркоин. То есть, идея в том, что мы можем ставить определенное количество валюты или блоков, которые мы уже нашли в сети, определенное количество наших активов, и говорить, я вставлю вот это, и тем самым подтверждаю, что я прав, я говорю честно. Если я говорю нечестно или совершаю нечестную транзакцию, то я теряю все, что я поставила. Но проблемы, то есть, концепт очень красивый, на самом деле. Можно почитать о нем. Но его проблема в том, что он усиливает неравенство. То есть, очень сложно новым людям попасть в эту систему, если у них нет никаких активов. И опять же, опасность редзентрализации, того, что сложится такая олигархия стейкеров, стейкхолдеров, у которых будет основной актив. Ну и второй концепт, который мне тоже нравится, но опять же у него есть свои проблемы, это proof of space, доказательство места. И пока что есть один проект, который более-менее до чего-то дошел, это Space Mint, который я видела, я смогла встретиться с основателями этого проекта. Это молодая кореянка в сопровождении нескольких молодых ребят, которые ей помогают. Она придумала вот этот концепт использования в пространствах жесткого диска как доказательство честности вставки. Интересно то, чем proof of space отличается от proof of work. Хардвейр для биткоина, то, что мы сейчас используем для биткоина, чтобы майнить его, это айзики вот эти, они специально сделаны только для того, чтобы майнить биткоины. То есть мы тратим огромное количество энергии, чтобы делать эти айзики. Мы идем, ищем этот металл, заставляем китайских дизей за доллар в день или за 50 центов их сплавливать и так далее. В то время как Space Mint предлагает использовать жесткие диски, в том числе и использованные. То есть у них есть такой большой проект, собирать старые жесткие диски и из них делать новые, для того, чтобы на них хранить транзакции и за счет них валидировать новые блоки и майнить. И благодаря тому, что у нас у всех есть жесткие диски и доступ к этому оборудованию, оно дешевле стоит, чем вот эти айзики. Айзик стоит как минимум 600 долларов, самый плохой. Вот эти жесткие диски стоят дешевле, то есть это снизит барьер доступа. И больше новых участников, маленьких майнеров, как мы с вами, сможет подключаться к сети. Потому что сейчас мы сидим, а пирог делят без нас. Это как бы обидно. Ну и из проектов альтернативных биткоинов сейчас существует уже множество альтеркоинов. Самый интересный из них это Ethereum, или Ethereum, разработан нашим отечественным, российским, Russian born, программистом. Изначально Ethereum замышлялся как платформа для разработки децентрализованных приложений. То есть он отличается от биткоина тем, что это не просто валюта, деньги здесь не главное. А главное это то, что это такой фреймворк, такая как бы система, в которой можно создавать новые децентрализованные приложения для любых целей. Будь то видеоигры, помощь каким-то благотворительным организациям и так далее. И Ethereum работает на базе умных контрактов. То есть это то, о чем мы с вами говорили. Мы можем запрограммировать определенные действия, что такое умный контракт. Мы программируем определенные действия, которые будут осуществляться, если абсолютное большинство согласится завалидировать этот контракт. И транзакции подтверждаются очень быстро в Ethereum, за 5-30 секунд, в отличие от биткоинов, которых нужно 10 минут на то, чтобы валидировать блог. И вы можете почитать хороший тюториал эфирный, на котором вы сможете, по сути, научиться сами делать приложения на эфире. Кроме этого, существуют различные коины. Litecoin, Dogecoin, Namecoin, Huntercoin и другие коины. Можете мне и писать в чатик, если вы что-то знаете. Я с удовольствием потом поищу и почитаю, чем они отличаются от биткоинов. У Litecoin, например, как вы видите из названия, он легкий. То есть там меньше тратится компьютерной мощности на то, чтобы майнить. И майнинг происходит за 2-3 минуты, в отличие от 10 минут биткоинов. Ну и мне что интересно во всем этом, это то, как художники начали, у них разыгралась фантазия, и они начали придумывать на этой почве фантазийные криптовалюты. Например, DocumentCoin, которая основана на репутации. Грубо говоря, транзакции валидируются не какими-либо вычислительными мощностями или ставками активами, или жестким диском, а вашей реальной репутацией. Например, если Нестер Махнос осуществит транзакцию, то у него это будет, она будет больше весить, чем если я ее осуществлю, или чем какая-нибудь моя школьная подруга, да, или друг. Ну а если там какой-нибудь известный спортсмен, то еще выше, да. Это очень смешно, и вы можете почитать про DocumentCoin. Автор, ну то есть он так ее и не выпустил, но идея очень интересная. Мы ставим какие-то наши реальные дела как доказательство того, что наши транзакции будут честными. И чем больше честных транзакций в этой сети мы совершаем, тем больше у нас растет репутация. То есть это обратная система. Ну а теперь перейдем уже к последней части социальные проекты на блокчейне. Давайте вспомним, какие элементы блокчейна делают его интересным для гражданского или какого-то социально-политического использования. Во-первых, это прозрачность. То есть все блоки видны, все транзакции, которые происходят, цепи видны, и они публичны, доступны. И это интересно. Для каких проектов? Ну подумайте сами. Мне сразу же в голову приходит, во-первых, борьба с коррупцией, с какими-то офшорами. Во-вторых, относительно анонимности или псевдонимность участников. То есть, конечно, можно, как вы видели через кластерный анализ, выйти на человека, но это очень дорого. То есть вот этот эллиптик, это очень дорогой проект. Его может себе позволить либо очень мощная какая-то контора, либо какое-то международное НКО типа World Bank, либо правительство какие-то. Но на это уходит огромное количество времени. То есть представьте себе, что я, например, ну, Сноуден, такой женский вариант Сноудена, я решила настучать на каких-нибудь злых политиков, которые пытаются вычислить данные российских активистов, использующих сигналы ТОР. Я выкладываю информацию об этом и валидирую ее в блокчейне. Выкладываю ее в виде текста и ставлю на нее временной штамп. Большинство майнеров подтверждает это. Это все записывается и висит там как доказательство. То есть мои документы, Лики, да, как Wikileaks, я слила какие-то документы, и они там висят в этой цепи. И меня более-менее защищает от ФСБ то, что есть псевдонимность. То есть пока до меня дойдут, пока поймут, кто слил эти документы, я могу уже уехать куда-нибудь на Бали и там спокойно пить коктейль на пляже. Это очень удобно. Там, где вистелблоуеры, то есть, как это называется, журналисты гражданские, живут в авторитарных режимах, они могут пытаться использовать блокчейн для того, чтобы продолжать свою деятельность. Ну, необратимость транзакции, вечность регистра, да, то есть невозможно стереть или утратить, или украсть эти данные. Я могу, например, написать песню, выложить ее в блокчейн и сказать, что это я ее написала, и потом какая-нибудь Алла Пугачева, которая хочет ее перепеть, не сможет у меня ее украсть или стереть. Вот. Ну и децентрализованность, да, то есть менее уязвимо все это дело. И сейчас примеры проектов, уже это самая последняя часть, я уже подхожу к концу, потому что уже много времени прошло. Несколько примеров целевых направлений для гражданских проектов. Во-первых, это сбор пожертвований для НКО и благотворительных компаний, то есть это самое примитивное, самое очевидное, то, что приходит сразу в голову. Мы точно знаем, что деньги доходят адресату и можем вписать в саму транзакцию цель, на которой выделены средства. Например, я хочу передать блок на борьбу за освобождение, не знаю, Кольченко, да, и других крымских антифашистов. Я хочу передать деньги на это, но я боюсь, что у меня и украдут эти деньги и переведут их на какую-нибудь другую цель. Я могу вписать в сам код моего блока, моего биткоина, прошу прощения, назначение, на которое идет этот биткоин. И у меня уже никто его не сможет перехватить, потому что, чтобы он перешел адресату, необходим ключ криптографический, который есть только у меня и у него. Ну и есть проекты BitGIF и BitHope, которые я могу вам показать потом, в конце, после того, как все перечислю. И примеры пожертвований, то есть, например, на Майдане, сегодня, кстати, день независимости Украины, на Майдане принимали пожертвования биткоинами. И интересный был скандал по этому поводу в интернете. Я нашла сайт американский, на котором ребята обсуждали, они фотошопли это. И оказалось, что кто-то выложил фотографию сидящего человека с GIF Money to Revolution, но сам QR-код был изменен в фотошопе и переводил деньги на другой кошелек. То есть люди, которые нашли фотографию в интернете, они сканировали телефоном этот код и попадали на совершенно другой кошелек. И в Непале после ураганов и в Тбилиси после наводнений также применялась система биткоинов, пожертвования биткоинами. Я сейчас вам покажу очень интересный проект. Так, старт демонстрейшн. Окей. Сейчас я вам покажу интересный проект, как можно использовать биткоины для... Вот. Видите ли вы сейчас сайт SIN South Post. Это такой проект, который переводит пожертвования бездомным с помощью биткоинов во Флориде. И они на эти пожертвования смогли купить целый парк и развивать его в Сфоре, в котором живут, собственно, бездомные. Вы можете посмотреть этот сайт. Он очень интересный. И тут есть Инстаграм, реквизиты. Есть битгиф, битхоуп. Можете выбрать компанию, на которую вы хотите пожертвовать. Например, тут можно на Сноудена, можно пожертвовать на всяких птичек, детей. Вот. Есть фондейшн, который поддерживает разные инициативы. Вот. И так далее. Проектов очень много. Есть список проектов, которые Инстаграм и библиографии представлены. Вот. После... Значит, вопрос поступает. Жертвователь может проверить, на что получатель ее потратил. Ксения, а ты... Он может проверить... Ксения, а ты можешь включить презентацию или что-то туда? Я включила презентацию, спасибо, да. Вопрос поступил. Жертвователь может проверить, на что получатель потратил переданную ему криптовалюту. Может он понять, когда она была переведена на какую-то другую криптовалюту, или передана в сети блокчейн, то есть если она была потрачена в сети, ну, то есть, например, если ее потратили именно в биткоинах и передали кому-то другому, то есть это видно. Если ее обналичили, например, перевели в евро или доллар, то дальше потом уже все это сложно проследить. Вот. Но можно придумать проект, можно придумать идею, как сделать так, чтобы проследить целевое использование. Например, можно передавать на какие-то материальные блага, которые можно купить только биткоины. Придумать систему локальной монеты, как это, например, во Франции сейчас они продумывают использование криптовалюты для поддержки местных предпринимателей, фермеров. То есть я, например, жертвую на какой-то проект, и этот проект может купить только, например, еду для детей у местных фермеров, принимающих биткоины. Таким образом, я знаю, что он не сможет их потратить на другое какое-то значение. Вот. Вопрос еще один поступил. Что будет, если криптовалюту запретят в более чем 50% стран? Страны тут не играют никакой роли. Когда я говорю о 51% большинства, это большинство не географическое, а большинство, участвующее в сети. Если там 100 человек, то нужно 51 человек. Если 1000, то 510 и так далее и тому подобное. То есть вы можете понять, что это все масштабируемая сеть, как в большую сторону, так и в меньшую. Если оттуда выйдет 50% стран, там все равно будет большинство внутри оставшихся 50% стран. То есть, конечно, это будет проблематично для развития рынков глобальных, международных, но не проблематично для существования самой цепи. Переходим к последнему слайду. Примеры других социальных проектов. Одно из самых популярных направлений – это перевод денег в страны, где слабо развита банковская система или большое количество людей остается в стороне от этой системы. Например, БитПезо. Это такой проект, разработанный в Африке, в Нигерии для того, чтобы передавать деньги, например, из Европы в Нигерию или из Америки. Но, как показывает практика и как пишет Итан Суперман в своем благотворительности, эту систему на самом деле используют не бедные африканские фермеры, которых мы сразу себе представляем, когда думаем о благотворительности биткоинами, а молодые, получившие образование на Западе, африканцы, которые хотят отправить денег домой, например, или самим себе перевести денег с американского счета на африканский. То есть это, конечно, очень полезно, но целевая аудитория не та, на которую мы рассчитываем с вами. В Африке другая история. Там вообще используют эфирное время как валюту. То есть помните, была мобильная связь по карточкам, нужно было с другой стороны так вот поцарапать ее, как в лотерейный билетик, и ввести этот код, чтобы получить там 200 рублей на счет, например. В Африке до сих пор существуют такие карты, и именно они и заменяют криптовалюту. То есть ребята покупают карточки и пересылают деньги друг другу в виде кода, который надо ввести. Например, я должен тебе 500 рублей. Вот, да, как раз в Африке платят через мобилы. Вот это пишут. Об этом я и говорю. Да, пересылают коды от этих карточек друг другу. И там есть, например, признак хорошего тона. Это молодой человек присылает девушке такие коды, чтобы она могла ему отвечать на смс. Это все из статьи Тена Цукермана о том, как используются, собственно, деньги альтернативные в Африке. И действительно в некоторых местах есть, в кафе, в барах, в магазинах принимают оплате вот эти коды вместо денег. Ну, затем, какие есть еще целевые направления? Умное депонирование. То есть это, что это такое? Например, я хочу, чтобы мне построили во дворе какую-нибудь, не знаю, там, теплицу для выращивания помидоров. Я плачу человеку, который это делает, по мере выполнения определенных задач. И это очень выгодно с государством делать. То есть можно себе представить, как мы можем контролировать государство. Или тот же ЖЭК, например. ЖЭК приходит и собирает у нас деньги на капитальный ремонт. А мы можем ему сказать, окей, мы все отправляем транзакции вам, но они будут поступать по мере выполнения работ. И ЖЭК уже никуда не денется. Как я уже сказала, третье направление – это инструмент для вистал-блоуинга. Есть интересный проект, decibel.life – это инструмент для измерения шума, шумомер. Например, когда ваши соседи шумят, и вы хотите померить шум, завалидировать, сколько там было децибелов, и подать на них в суд. То есть это, увы, такой пример стукачества, а не гражданского приложения. Но на основе этой идеи можно представить себе и другое. Можно представить себе и яму на дорогах, и какие-то другие более интересные гражданские идеи. Как можно фиксировать с помощью телефона, например, нарушение, отправлять его на блокчейн, там его будут заверять, и оно будет существовать как уже доказанное большинством, с большим количеством свидетелей. И можно использовать это в суде. И интересно то, что, да, вот вы видите инструменты разрешения споров и конфликтов. Действительно, уже есть прецеденты. Есть проект, это risk.com. Вы можете, например, если у вас задержали рейс, и авиакомпания отказывается вам компенсировать опоздание, например, на следующий самолет, если у вас пересадка, то вы можете получить деньги обратно с помощью этой сети, потому что вы доказываете время, в которое вы пришли в аэропорт, факт опаздывания самолета и так далее и тому подобное. Ну, затем это может использоваться как замена нотариальным услугам. Например, можно сертифицировать акты гражданского состояния, да, замужества, разводы. Вот. Можно сертифицировать дипломы, акты о собственности и недвижимости. И доказывать существование какого-либо контента, то есть, по сути, любого контента. Есть проект французский dipel.me, я его потом покажу, где можно выкладывать свой диплом о высшем образовании, валидировать его, и потом работодатель заходит на эту базу, и он точно знает, что ваш диплом настоящий, подлинный. Вот. Можно проверять качество компонентов продукта, потому что, например, если вам присылают что-то с доставкой из какой-нибудь Алибабы, и вы хотите проверить, откуда все это пришло, то вы можете прослеживать с помощью проектов, например, provenance.org, откуда пришли компоненты вашего, там, не знаю, шкафа и так далее. Вот. Затем, да, это инструмент для хранения информации, доступа к ней в любой момент, и владение этой информацией. То есть человек может стать полноценным хозяином своих данных. Например, приложение My Health Earle – это приложение для пациентов, которые хотят иметь доступ к истории болезни своей. Вот. Ну, и затем есть интересный проект для распределения энергии, Scannergy, или Daisy, это французский вариант Scannergy. Теплица писала про этот проект мельком, и очень интересный материал был о том, как можно распределять энергию, энергию между, например, соседями какого-то микрорайона, с помощью умных контрактов. Например, если я что-то не использовал, я могу переслать это соседу, грубо говоря, или платить за энергию по факту использования с помощью умных контрактов. То есть, грубо говоря, мой холодильник будет сам платить за то, сколько он употребил. Затем это конечный инструмент для продвижения локальной торговли. Самый первый вопрос, один, который сегодня поступил, как раз о том, можно ли использовать это для проектов вроде «Лавка-лавка». Есть уже такие прецеденты, как продвигать локальную торговлю с помощью криптовалюты и блокчейнов. То есть, можно налаживать такой обмен рыбы на мясо, фруктов на колбасы и так далее. Ну и репутация социальной сети. Есть ThanksCoin, это можно накапливать очки, репутацию, и за счет этого получать доступ к каким-то услугам. Или Stimit, это социальная сеть, основанная на блокчейнах. Ну и, конечно же, что мне интереснее всего, это возможность обойти без платформ-последников. То есть, о чем я говорю, это Airbnb и Uber. Мы живем в эпоху капитализма платформ, когда молодые ребята, не только молодые, просто умные люди, придумали соединять людей, у которых есть потребности, спрос, с людьми, у которых есть предложения. По сути, они ничего не производят, а просто соединяют тех, у кого есть машины, с теми, кто хочет на ней покататься. И это очень здорово, но это капитализм такой дикий, оголтелый, который накапливает богатство, не производя ничего, кроме вот этой вот системы посредничества. Блокчейны могут переделать Uber, перепродумать его и сделать его абсолютно дезентрализованным. То есть водители будут полными хозяевами своих средств производства. Это такой марксистский поворот к Uber. И, наконец, это такие мета-проекты типа BitNation или DAO 1901. Что такое BitNation? Это такой огромный, очень амбициозный проект создания параллельной нации, параллельного государства. Потому что, по сути, что такое государство, по мнению создателей этой сети, это просто определенный набор услуг, например, налоги на дороге. Я очень оптимистично мыслю, но, по сути, так и должно быть, да, налоги на дороге, пенсии, какие-то нотариальные, гражданские акты и так далее. Это можно все заменить блокчейнами. И сейчас я вам покажу, как это выглядит, BitNation. Это очень интересно. BitNation. Сейчас мы его найдем. Вот, смотрите. Слоган у них такой, да, «Blockchains, not borders». Нет границ, только блокчейн. По сути, они предоставляют разные услуги. То есть вы можете их увидеть во вкладке «Public Notary Services». Вот, гражданские ID. То есть они выпускают параллельные ID, выпускают параллельные какие-то образовательные программы, дипломы, помогают беженцам, помогают осуществлять гражданскую безопасность и так далее. То есть погуляйте по этому сайту, посмотрите интересные проекты. Чтобы показать вам еще пару других проектов, мне очень нравится проект «Моей подруги». Это художественный проект. Это такой цветок металлический, который питается за счет биткоинов. Вы переводите маленькое количество биткоинов на него, и он начинает двигаться, светиться разными цветами. И, то есть, художники уже тоже начали использовать биткоины и умные контракты для того, чтобы активировать кинетические объекты на расстоянии. Вы можете представить себе, как можно дальше придумывать на этой основе другие проекты. Это очень интересно. Вот еще один проект. Это «Эбифаунд». Это как раз проект моих друзей французов. Он сейчас в виде гитхаба существует. У него есть сайт тестовый, который вы можете тоже посетить. Они занимаются помощью Палестине. То есть, если вы хотите устраивать акции или переводить деньги, то вы можете присоединиться к этой компании, которая основывается на блокчейнах. Вот «Флайт Дилей Иншеренс», про который я вам рассказывала, как получить компенсацию за проблемы с рейсом и так далее. Вот проект «Децибел Лайф». Как контролировать шум и стучать на соседей. Вот, у них тут музыка, я его выключу. Это, значит, децентрализованная система здравоохранения, где можно содержать свою историю болезни в виде блокчейнах. Но это, конечно, у многих вызовет вопросы, а что же делать, если туда придет наш страхователь и увидит, что у меня насморк был 10 раз в этом году. Может быть, он меня там снизит или, наоборот, повысит стоимость страховки. То есть, это такой проект спорный. Нужно подумать о том, как защищать персональные данные. Для этого, конечно, есть криптография. То есть, мы можем не давать нашему страховщику нашу наличный ключ и самим быть хозяевами нашей информации. Вот «Скэнерджи» — это то, как можно из консюмера стать просюмером, то есть производить энергию, делиться мощностью вычислительной, превращать ее в энергию, оплачивать по-другому электроэнергию и так далее. Вот, я думаю, что мое время подходит к концу. Я хотела бы обратиться, наверное, к вашим вопросам. Может быть, у вас что-то накопилось. И буду рада ответить на них. Ксения, а ты можешь пока скинуть ссылку на презентацию? Да, конечно. С удовольствием. Пока я ее ищу, может быть, кто-нибудь, кто-нибудь... Или Алексей, у тебя, может быть, есть какие-то вопросы? Ну, слушай, ты, на самом деле, очень здорово рассказала. Не скажу, что у меня есть какие-то вопросы. Это, мне кажется, очень полное все. Просто очень круто, реально. Так что особо хватит. Да, я смотрю, что тут люди мне пишут. Например, есть вопрос интересный про то, что ждет краудфандинговой платформы. Они будут продолжать существовать, но если биткоины и блокчейны и другие альткоины покажут свою конкурентную способность и окажется, что это более выгодно, они, конечно, отомрут со временем, как и все изобретения, которым нашлась замена, более удобно. Ну, кто-нибудь, наверное, будет их использовать через 50 лет, как у нас сейчас носят варенки и там слушают музыку в 80-х, типа ностальгия. Или вот был моноцикл, да, пока не придумали велосипед, катались на одном большом колесе, сейчас тоже снова на нем катаются. То есть, в общем, история инновации очень сложна. Они то всплывают, то исчезают. Не могу тут прогнозировать, я не футуролог. Насчет другой вопрос, что по проектам репутации? И давайте просто вернемся к этому слайду. Да, репутация социальной сети. Thankscoin.org. Есть такой проект, который помогает людям отблагодарить любых людей. Например, вам какой-нибудь коммерсант локальный, какая-нибудь лавка-лавка, придала очень вкусный фалафель, и помидоры свежие, и вы хотите их поблагодарить, вы можете сделать это официально с помощью проекта, например, Thankscoin или другого. И это запишется им в репутацию, которую они смогут потом конвертировать в какой-то социальный капитал. Сейчас я вам просто покажу этот сайт. И потом поделюсь с вами презентацией, где все ссылки кликабельны. Вот, вы видите sign up, да? Thankscoin. То есть можно голосовать за любимых блогов, медиа, комьюнити, другие проекты, и повышать их репутацию, и давать им какой-то финансовый саппорт, и потом это может все превращаться в что-то другое, в какие-то оффлайн компенсации и так далее. Вот, интересно, Stimit в социальной сети, в которой у Теплицы был материал, там можно, например, записать видео о том, как накладывать макияж на себя и заработать 20 тысяч евро. Как это сделала одна девушка, выложила видео и заработала 20 тысяч евро. Может быть, вам интересно, я могу вам скинуть ссылку на это прямо сейчас. Что вы скажете об эффективности использования блокчейн в IoT? Можете мне напомнить, что такое IoT, потому что может быть... А, Internet of Things, окей. Да, у меня французский доминирует над английским. Да-да-да, Internet of Things. Эффективно, например, опять же, с умным домом можно работать, можно договариваться о том, что твой, как я говорила, да, датчик контроля умного дома будет сам платить за электричество, задавая ему умный контракт. То есть, по сути, что такое умный контракт, мы задаем какое-то действие, например, если X, то платим 20 биткоинов. И когда наступает это условие, его валидируют пиры в сети, то эти 20 биткоинов уходят на заданный адрес. То есть можно представить себе активизацию устройств с помощью этого. Например, вот как я вам показывала проект моей подруги Плантоид. По сути, это интернет вещей, да, это металлическая конструкция, которую она спаяла у меня во дворе моего дома. Вот, а потом к ней подключила датчики, там Arduino стоит, извините, Raspberry Pi там стоит, малинка, и на нее передается, ну, каждый раз, когда ей кто-то жертвует этому цветочку, он там зажигается, двигается. То есть это самое примитивное использование, вы можете представить себе что угодно на этой базе. Давайте я вам скину адрес презентации. Может быть, есть еще какие-то вопросы для предложения? Ну, какие-то два вопроса были выше вот этого вопроса про интернет вещей. Ты на них ответила, нет? Про финансовую пирамиду и про хардфорк. Мне кажется, что я только что ответила про интернет вещей. А выше вот вопрос. Сейчас, сейчас, да, сейчас я вернусь к этому, я просто пытаюсь достать ссылку на презентацию. Так, давайте посмотрим, да, вопросы. Каковы, на ваш взгляд, перспективы у эфириума и ваши отношения к хардфорку? Перспективы у эфириума хорошие. Я говорила с президентом ассоциации Эфириум Франц, который продвигает использование эфириума во Франции, он говорит, что они пережили хардфорк, и просто там разделилось все на две школы, грубо говоря, на два направления, и один Эфириум Классик ушел на биржу, то есть в нем заинтересовались крупные биржи, это показатель того, что перспективы у эфириума есть, а другие, более такие, либертарианцы, антикапиталисты, они продолжают использовать эфириум для каких-то проектов типа BitNation, да, то есть они используют эфириум не как денежную именно систему, не как систему валюты финансовой, а как с точки зрения именно принципа умных контрактов. Например, да, вот 1901, проект, о котором я не успела рассказать, это, по сути, 1901, это закон, который вышел во Франции в 1901 году, о том, что граждане имеют право создавать ассоциации, мирные, которые не призывают к какому-нибудь насилию и так далее. И вот эти ассоциации, у них сложная система функционирования, там есть бухгалтер, который ведет учет, там есть президент, секретарь и так далее. И ребята, с которыми я общалась, Марк Зеллер, как раз президент этой ассоциации, он придумал, как перенести полностью функционирование этой ассоциации на блокчейн, автоматизировать общение ассоциаций между собой и внутри себя. То есть, скажем так, есть два крыла развития эфириума, одно ушло в биржу после хардфорка как раз, а второе пошло в сторону гражданских таких либертарных проектов. И по сути, хардфорк, когда DAO рухнул, то есть вот этот вот DAO, это, да, Decentralized Autonomous Organizations, это был по сути такой фонд, в который можно было инвестировать и держать там свои эфиры, и создавать на его основе какие-то проекты. Когда он рухнул, то, по сути, сейчас все, у кого там были активы, они могут их обналичить все равно. То есть, там они смогли за счет того, что вот есть этот хардфорк, смогли защитить людей от потери их активов. Да, еще один вопрос. Услышала ли я про финансовые пирамиды на основе криптовалют? Я слышала про офшоры на основе криптовалют, потому что это очень удобно из-за псевдоанонимности. Про финансовые пирамиды я могу догадываться, но буду рада, если мне Олег скинет какие-то ссылки, а мы ими поделимся с остальными. Вот, с удовольствием. Ну и, наконец-то, я нашла презентацию. Вы можете просто... Сейчас. Шейлинг. Пока, в общем, ты скидываешь, я скажу, что ты же участвуешь в нашем метапе в Петербурге 27-го числа, так? Ну, я жду, когда мне дадут информацию об этом. Серьезно? То есть, новая информация уже есть? То есть, мы уже опубликовали этот анонс? Ну, отлично. Да, я просто его тоже сюда скину. То есть, если кто-то из вас будет в Петербурге, вы можете прийти и пообщаться с Ксенией лично, и она расскажет что-то еще по этой теме. Я ссылочку скинул. А я скинула ссылку на презентацию, в которой все ссылки в кабельном. Если у вас есть проблемы с доступом к ней, то... Сейчас я тоже проверю. Я думаю, что, в принципе, открывается. Ну, да, я думаю, что работает. Вот мой адрес. Ну, в любом случае, да, вы можете вопрос писать еще в мероприятии в Фейсбуке. Я думаю, что тоже будет удобно. Сейчас я тоже скину ссылочку. Ксения, там, по-моему, как-то еще один вопрос оставался по поводу... Давайте посмотрим. На месте, там, оплачивать. Так. Если ты его нашел, не мог бы ты его найти? А есть решение по оплате на месте, например, когда ты получил консультацию какого-то специалиста на месте? Ну, уже есть. Уже даже в Старбаксах принимают биткоины, например. Вот. То есть все это зависит от того, установил ли специалист у себя систему, есть ли у него кошелек. По сути. Так что можно даже предположить себе рассрочку, которая будет автоматизирована за счет этого. То есть это может быть удобно многим, которым отказывать, например, в кредитах из-за гражданства, как мне во Франции. Я хотела купить себе компьютер, но так как я гражданин России, то я не имею права на кредит. Если бы у меня была система оплаты блокчейном, любой криптовалютой, то я бы могла бы там как-то, наверное, приобрести все-таки что-то. Вот. Так, ну что, есть ли у кого-то еще вопрос? Если нет, я думаю, что пора уже заканчивать. Время, оно бежит очень быстро. В общем, Ксения, я тебя прям реально аплодирую. Ты очень классно рассказала. Мне прям вот, мне было очень интересно. Я думаю, что так на хороших примерах и последовательно. И тем более, что ты собрала много ссылок, потом будет тоже интересно почитать всякие статьи, материалы. Так, это было супер. Спасибо всем. А последняя ссылка это твои статьи, да? Да-да-да. Там есть какие-то статьи про биткоины еще не вышло сейчас пока что. Нельзя просто публиковать раньше, чем она выйдет в журнале. Поэтому следите за обновлением. А они, вот я просто пытаюсь посмотреть, они в PDF, их можно открыть, скачать. Это бесплатно? Или доступ я имею в виду к полным статьям? Да-да-да. Да-да-да. И я смотрю у тебя некоторые на английском, некоторые на французском. Они все разные или просто на разных языках дублируются? Это все разные. Все разные, окей. Да, но скоро выйдет новый текст интересный про децентрализованные это end-to-end катаколы шифрования для активистов. Может быть, кому-то интересно. В общем, да. В общем, супер. Большое тебе спасибо. Правда, было очень-очень-очень интересно. И как ты поняла, тебя ждут в Петербурге на метапе 27-го числа. Ты же в курсе. Отлично. Я рада. Я тоже люблю тебя. Приходите. Да, там будет брейнсторм. Мне, впрочем, просила сделать брейнсторм, чтобы люди предлагали свои идеи. Как вот здесь в чате, но только в живом режиме. Там будет другая динамика. Да-да-да. Все равно реальное общение будет более динамичное и будет более интересно. Так что приходите и 20-го числа, у кого есть время в Петербурге. Ну все, тогда я остановлю запись.